Тут похоронен Иван Петро Ижуковский. Он обитал в Святомихайловской обите, в женском монастыре. И он днем и ночью ходил босиком. Он был блаженный. Сейчас это, вот, кресть Майкинцев, он был похоронен в 1960 году. Люди приходят, ноги исцеляются. Мне девочку привез детский врач. У этой девочки три года она не могла ходить в туалет. Три года ребенок мучился, собирали консервы, ничего не могли сделать. И попался православный врач, который привез эту девочку. Девочка на моих глазах вот полежала на этой могилке, пришла домой и наложила полную кучу радости. Он сказал, никому не говорите врачам, они что бы делали. А если, говорит, кому-то нужно будет говорить, а так просто не говорите. Потом приходила женщина одна. У нее семь детей, и седьмой мальчик родился с врачом на порогах сердца. И она должна была ездить на операцию. И сколько она могла там собрать денюжек. И я говорю, это есть, Иван Петрович, и он тебе поможет. И правда, она пришла, я рассказала эту историю, она мне вот это рассказала. Говорит, парень пришел, полежал на этой могилочке, пришли к врачу, а врач говорит, что вы морочите голову. Он говорит, у вас здоровый, он как бык, и на нем пахать можно. Парень приезжал с Полтавы, папа его отпил за пойми, дома были скандалы. Он пришел, помолился, приехал, вы знаете, папа совсем другой стал, совсем его не узнали. Тут еще вот семна химичеровима. Женщина болела раковым заболеванием, должна была привить химиотерапию. Она не хотела. Она пришла, флакала, молилась, ее в жар бросала, в пот, в холод. Вот, и когда она пришла к врачу, врач говорит, что вы морочите, вы здоровая баба, на вас можно пахать. Спасибо за внимание, что вы... Идемте, я покажу еще могилочку преподобного Геннадия Ревизы. Он покойник будет замученный. Идемте, я покажу. Мама его прожила больше ста лет. Идемте. Она родила в 1840 году, а почила в 1950, и неизвестно в каком. Это видно было при Хручеве, когда он сказал, я вам покажу последнего папа. Если будете подавать упокоение, пишите Соломоне Игнатию. Соломоне его мама, а дедушка Игнатий. И он будет вам помогать. Покаяния. Вы мне еще больше расскажите, как это вот 1840? 40-й. Тут уже 60 лет. И тут 50 чем-то. Там еще непонятно. Может быть, она и 115 лет прожила, или еще сколько, понимаете. Здесь неизвестно, какой год. Последняя цифра. Кем она была? Она была просто, видите, здесь ревиза. Я не знаю. Мне пишется ни монахи, ничего. Если у вас интернет, вы можете посмотреть о ревизе, и все. Там расскажут. А то здесь еще женщина надела. Вот она. Хочется, конечно, чтобы убрать все здесь, чтобы был порядок. Но... Рук не хватает, пусть люди приходят и помогают. Так, а вы здесь каждый день? Вы здесь каждый день? Я была каждый день. Видите, в 16-м году, в 2006-м она, это самое. Здесь раба Божия, Наталья, своими силами, вот, сделала могилочку. Хотела бы, чтобы все было хорошо, но, к сожалению, мы на пенсии не можем. Нас спонсоров нету. Чтобы прийти, что-то сделать, чтобы хорошее что-то сделать, доброе. Вы знаете, я хочу сказать, женщина одна пришла и говорит, можно я помогу? Я говорю, не можно, а нужно. Когда мне спрашивают, что-то можно, я говорю, не можно, а нужно. Она говорит, вы знаете, что я как-то шла, говорит, и вижу, похоронен капитан дальнего полавания. Прошел дождь, и я взяла, говорит, ногой так, начал этот дождь, лужи, а потому что безрукая, давай руками. И вы знаете, приснился мне сон, вроде стоит этот капитан дальнего полавания и вытаскивает с кармана деньги, мелочь и бросает мне. Ну, все подбежали, а он говорит, это не вам, это ей. Она говорит, слезы, нет, я говорю, он же благодарен вам за то, что вы, говорит, эту могилочку. Он уже вас, там уже молится за вас, он все знает. Наши сродники, они знают, что мы за каждого молимся. И она очень помогает. У меня к вам вопрос. Да. А, давайте я выключу.